Заглючил, падла. Придется самому гнусавить. Короче, случился просадыш по контенту, но ты уже понял, что причин уважительно я болел, и болею до сих пор. Да, бесит, но ничего не поделаешь. Сейчас ко мне вернулись силы, я буду наверстать все, что упустил. Очень надеюсь на твою поддержку лайком. Просто вот зашел на видео и поставил лайк. Это легко, это просто, а мне приятно. Окей, кролику, сегодня я подобрал для вас хит-парад настоящих болицовских фриков. Пожалуй, это самый ядерный выпуск из всех, что я делал. Так что пристегивай свои сосочки покрепче, иначе они полетят от увиденного. Погнали! Начнем разминку мы с типочка под ником Клон Мэджик. Явно парень хочет в голубую мафию, потому что на 63 тысячи боев у него почти 60% побед. И все вроде бы тут типично. Пока не переводишь взгляд на это. Киборг, бля. 6036 мастеров? Погоди. Слабая средуха, высокий процент побед, огромное количество мастеров. А не Кенни-Отсу? Вот он случай. Да, братишка, если ты хочешь формануть гигантское количество мастеров, то проще, чем на Кенни-Отсу это сделать невозможно. Машинка редкая, лютая, мастера льются даже на сливах. Посмотрите, 5927 мастеров на японском малыше. Посмотрите, какая разница с другими танками, на которых он накатал нереальное количество боев. По-моему, тут все понятно. Почти треть всех своих боев он провел в песке, а это без малого 20 тысяч. Взял 6000 мастеров, и лично я считаю, что этот парень достоин звания фрик, блеца. Но, как я и сказал ранее, это лишь разминочка для вашего мозга. Повышаем градус. Нуб-53. Чего-чего? Нуб-53. А я думал, сова. Очередной взломщик матрицы, который практически мимикрировал до своего. 12 тысяч боев, 51% и выбивающий из всех норм 3К средухи по аккаунту. Явно такого быть не может, поэтому сразу переходим в танки, и вот тут уже начинается парад катаракты. О май ГАААААААААААААААААААААААААААА!!! Ясно. 664 тысячи на объекте, 140, 530 на тайпе и так далее. При этом, в данном моменте, видать, планка на мастера была настолько высока, что даже на полмиллиона дамага жалкая первая степень. Тем не менее, у парниши куча танков, которые подверглись такому бусту со стороны ВГ. Да, это не делает его фриком для лица, однако это до сих пор оставляет вопрос разработчикам нашей игры. Какого хрена таких аккаунтов в нашей игре просто пруд-пруди? Я собрал коллекцию уже покруче, чем Питя The First в своей кунсткамере. Почему статистику не правят? Почему их так много? При этом, судя по дате регистрации танков, которые подверглись такому насилию, данные сбои были относительно недавно. Очень бы хотелось, чтобы наконец-то пофиксили этих избранных системой и привели стату в божский вид. Но на этом я заканчиваю разминку и переходим к самому соку. Начнем с парнишки под ником Небосвод123. 129 тысяч боев, 61% побед. Косарь средухи, вроде бы все неплохо и проценты количества боев, даже на топах все чин-чинарем. Ну какие-то завафлил, на каких-то не получилось, где-то наоборот вышло и даже неплохо. В общем, обычный игрок, пока не решаешь посмотреть, а на каких танках он больше всего любил месить глину. Говорит Москва Субтитры сделал DimaTorzok Это пиздец. Господи Иисусе, 58 тысяч 51 бой на КВ-1. Уверен, что Небосвод когда-нибудь встретится с Колобановым и они пожмут друг другу руки. Их в коммунистическом раю разместят в один коммунистический люкс в коммунистической гостинице «Красное знамя». Как можно столько сыграть на одном танке, я не понимаю. Более того, 22 тысячи боев на КВ-3 и 22 тысячи на КВ-1С тоже оставляют немало вопросов. 102 тысячи каток этот персонаж откатал на советских ТТ 5, 6, 7 уровня. Ну тут уже занавес просто. Уверен, когда он решит завести детей, то у него их будет точно трое. И назовет он их КВ-1, КВ-3 и КВ-1С. И не важно какого пола они будут. Дружище, если ты смотришь это видео, не обижайся, я просто шучу. Я под впечатлением. Уверен, что с тобой все в порядке, дети у тебя будут прекрасные. Но ты однозначно получаешь статус Близфрика и отправляешься в историю моего канала. Идем далее. Чел под ником Никит Очка Долбит Волка ярко заявил о себе в нашей игре и растворился в никуда. Так же красиво, как и пришел. 117 боев, 100% побед и 15678 единиц среднего урона за бой. Естественно, когда мы открываем статистику, то видим, что бой в рандоме был всего один. Но он был. Это настоящие 15 тысяч урона за один мать его бой на чифтене 10 уровня. Все мы прекрасно понимаем, что это была, возможно, подстава. Но мне трудно представить эту ситуацию, чтобы никто, кроме него, не наносил урон. При этом противники не стреляли по нему. То есть все 13 человек попали в бой с первой попытки и сыграли как по сценарию. Это просто нереально. Даже глубокой ночью и даже по связи. В любом случае ВБР когда-нибудь бы дозакинул. Но факт остается фактом. Челик вжало разнес всю команду противника, остался жив, получил мастера, 3К чистого опыта и 15678 единиц урона он нанес в том единственном бою. Остальные 116 сыграны в турнире. Безусловно, безумный поступок и Челик получает звание Блицфрика. И теперь финалист. Самый лютый отрубь этого топа. Renamed User 228 или 288, чего-то там. Короче, рак лютейший. Скоро отпразднует свой юбилей в 100 тысяч боев. Но, а что скажете вы, мы раков мол тут не видели? Таких точно нет. Поставьте на паузу и напишите в комментариях, что тут невероятно жестко-странно-фриково-мозговзрывающий. Да, ептить. 62 рейдера. Вы просто представьте, насколько должно повезти, чтобы вы получили хотя бы одного рейдера. Вы должны в одиночку, без засвета, вообще без единого. То есть, пока вы катитесь к базе и стоите там, вы ни разу не должны попасть в свет. И захватить полностью базу. Если союзник постоит хотя бы одну секунду на базе вместе с вами, все. Если хотя бы одним глазком вы засветитесь, все. И вот так вот этот чел взял базу 62 раза. Плевать на урон на топах, хотя он почти не играет на них. Пофиг, что он откатал 12к на ленд-лизном Черчилле. Все это меркнет перед 62-мя захватами базы. Боюсь представить, сколько же попыток он совершил, чтобы их получить. Однозначно, он является лютейшим ферриком Блица. Более того, однозначно, он заслуженно возглавляет данный топ. Ну как? Я тоже так считаю, что круто. Отборнейший отруби нашей игры в особенности тройка лидеров. Что ж, данный топ подходит к концу. Я предлагаю еще раз проверить, стоит ли твой лайк на этом видео. А также напоминаю, что если вдруг тебе попался какой-нибудь подобный персонаж, то обязательно скинь его ник в мой дискорд сервер в разделе предложения для канала. Также, дорогой друг, предлагаю тебе подписаться на мою группу в ВК, где публикуются мемы, новости про нашу игру. И если уж тебе совсем интересно мое творчество, которое не связано с танками, то предлагаю посетить мой телеграм-канал, где я делюсь красивейшими фотографиями природы и из своих путешествий, в которых я побывал. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Ну а пока, пока.